Юху, всем привет, с вами Юнот, и мы продолжаем Майнкрафт-стори-мод. Ага. Что значит... Так вот, значит, как живут древние строители. Обладатель... Обалдеть, как эпично, правда? Иногда я тут просто стою и... Мне кажется, тебя просто легко впечатлить. Да ну. На мой взгляд, ты попросту не умеешь ценить настоящую архитектуру. Глупое создание. Что ж. А что ж, это я торможу? Мне... Мне же надо искать Адриана. Благодарю тебя, мы опоздали. О, и ничего не трогай. Ну, блин, это... Слэп сказал ничего не трогать, но он же не говорил ни на что не смотреть. И сколько меня так же ждать? Шарится. Хм. Зачемнение. Добро пожаловать, Джесси. Ты у меня в гостях. Фантастика. Просто фантастика. Рад, что приглашение не осталось без ответов. Неудивительно, что в тебе проснулась тяга к доспехам Тима, раз все там внизу тебя так зовут. Новый Тим. Да, я слышал, что тебя так называют. И вполне могу понять, почему. Людям нравится история из... Сказок, да? А, из грязи в князе. Угу. Ммм. Путь не близкий. Судя по интерьерам, ты предпочитаешь эстетику в духе современных злодей. Вот как? Полагаю, хороший вкус может напугать тех, кто его лишен. А ты посмотри поближе, не стесняйся. Я полагаю, ты уже знаешь, кто такой Тим. И не раз. Все его обожают. И почему бы? Ммм. В конце концов, он же Тим. Он дает им надежду, это очевидно. Даже больше того, они действительно верят в него. Тим вдохновляет их, несмотря на то, что его нет с нами. Можно даже сказать, он вдохняет, потому что его нет с нами вообще. Что ты хочешь сказать? Легенде проще сохранить блеск, если она превращается в любимое воспоминание. Так и проще изменить, манипулировать, управлять. Я наблюдал за тем, как растет твоя легенда, но боюсь, пока ты не уйдешь со сцены, она еще может испортиться. Я начинаю думать, что тебе лучше было бы просто уйти без шума. Тебе нет здесь места. И эти игры не для тебя. Это не соответствует нашей сделке, ты пытаешься изменить условия? Считай, что это отличная новая сделка. Если кое-что тебе следует... Есть кое-что, что тебе следует знать о счет игр. Никто не может выиграть, если мы этого не захотим. Даже Тим. Дай этой мысли осесть в твоей голове. Я не верю твоим словам, Адриан. А Тим вообще существует? А я знал, что ума тебе не занимать. Само собой его не существует. Тим дает им надежду, он заставляет их участвовать в игре, но победителя не будет. Никогда. Вот почему я считаю, что в твоих интересах подыграть мне. Ты не скучаешь по своим друзьям, по своему доме? Постой, домик на дереве? Атлас знает, кто откуда родом, так что я велел, Мивин, проверить твою подноготную. Оказалось, что ты настоящая знаменитость, я впечатлен. Она раздобыла кое-что из твоих вещей, которые когда-то пропали. Аксель! Эй, Джесси! Э, а что они тут делают? О, боже мой, поверить не могу, что ты здесь делаешь? Да, появилась такая жуткая тетка, выбила из нас дух, и я очнулся, мы в этих вонючих ящиках. Что здесь происходит? А самое худшее, это его голос, его слышно даже сквозь обсидиан. Ну, один гад поймал их. Не стану вам брать, ребята, дело плохо. Мы оказались в мире, где всех заставляют состязаться в дурацких играх, и если я не одержу победу, мы останемся тут в кляну навсегда. Эээ, это плохо. Мне очень жаль, ребята, что вас в это втянуло. Да уж, ничего хорошего. Сейчас я скажу остальным, что ты здесь, как... Ага. Ух ты, это же просто... Ух ты, какое... Полотно страстей и драматизма. А мы ведь еще не дошли до... Сделки. До самого интересного. Я прибег, это напоследок. Что? А, да, твой лучший друг. Рубен. А, ты свинью мою оживил. Что за... Привет. Это кто? Мне все о нем известно. Твой лучший друг. Твой сообщник по преступлениям. Да ладно, все равно раскроется. Слушай-ка себе, Эдриан... Слушай-ка, Эдриан, что для древнего строителя ты... Шибко умный, ты знаешь это? Что? Я же говорил, походу, меня реально зовут Рубен, но вот тот Рубен, про которого ты думаешь, он был типа маленькой такой свинкой. Ну, серьезно, чувак. Я с твой большой фанат. Меви. Значит, ты использовал Адла, чтобы похитить моих друзей и еще того парта. Это чем? Великолепно, Джесси, великолепно. Видишь ли, даже если ты... Это все допер, и я подчеркиваю слова, если... Они останутся трудиться в шахтах навсегда, или пока не выиграют соревнования. Что на практике означает то же самое. Навсегда. Нет. Ладно, и так, что за сделка тебя интересует? Интересует. Если ты проиграешь следующий матч и отправишься работать в моих шахтах, тогда я отпущу твоих друзей. Всех. Тебе всего лишь придется остаться здесь вместо них. Говорят, в этих шахтах просто ужасно. Если ты настолько меня боишься, значит, мои шансы на победу слишком высоки. Или, может быть, я просто устал от того, что какая-то мелочь мешает моим великим играм. Я надеялся повеселиться, наблюдая за вашей встречей, но мне было... Быстро стало стучно. Что-то... Что ты... Что-то ты говоришь обеза... Обнять их... А. Что-что ты говоришь? Обменять их свободу на твою, а? Думаешь, что ты ценнее, чем они все? А, вот, какой прикол. Мне кажется, что даже если мы согласимся, или согласимся, мы все равно проиграем их все путем в шахты. Хм. Да и в любой момент они могут похитить друзей. Все of them? Ты серьезно думаешь, что сможешь победить на играх? Ого, вот это круто. По-моему, сделка вполне неплохая. Ладно. Да, если не считать того, что Джесси останется здесь навсегда. Договорились. Джесси! Эй, ну что же. Дорогие любители спорта. Вот что я вам скажу. Я в полном восторге. Я думаю, все мы тут победители. Мне кажется, мы все равно проиграем, как ни старайся. И нас устраивает шахта. Но на случай, если ты вдруг передумаешь и решишь меня обнуть, твои друзья останутся здесь в плохой сохранности. Помни, они решиливают на тебя. Слэп, путь так добр. Гости уходят. Проводи. Само собой. Аж до слез. Да они нас попросили ему не мешать. То есть, не злить. То, что нам пригодится. А что делать? Если я проиграю, вся моя команда останется. Но я... Джесси, с тобой все в порядке? Что здесь произошло? Кто-нибудь заметил, что... Что? А, он надет в одни трусы. Тебе отказано, заткнись. Акселя Оливия в руках Адриана. Что? Он использовал Атлас, чтобы выхватить их из нашего мира. Нет. У них все в порядке? Если считать того, что Адриан запер в обсидиановых зимницах. Но он предложил мне сделку. Он сказал, что отпустит вас всех домой, если я проиграю и отправлюсь в шахты вместо вас. Тебе же пришло в голову согласиться? Тебе же не пришло в голову согласиться, так? Ах ты. Нет, зачем надо было так поступать? Боже мой, боже мой, боже мой. Я ни за что бы тебе это не разрешила. Ааа. Да ладно, Педра. Мне кажется, что Джесси без того. Замучен уже. Затем, чтобы спасти вас всех, ребята. В этом и был смысл. Но ты же попадешь в ловушку. Вполне возможно, навсегда. А ему достанется сердце из красного камня. Да, но по крайней мере мы будем свободны. Да, это просто смешно. Конечно, Адриан и не подумал бы отпускать ваших друзей домой. Он дождется, пока ты проиграешь, после чего всех вас все равно тратит шаг. Возможно, утверждая, что таков был изначальный уговор. Тогда кто будет нам помогать? А Адриан и Мевия самые худшие из всех. Но что насчет того третьего парня? Отто? Как он может нам помочь? Во время игры он всегда держится в стороне от дерганя за ниточки, так сказать. Большой переверженец того, чтобы все было по правилам. Не исключено, что он может его вернуть в нашу пользу. Ха, правила он любит и точно. У него всегда есть правила. Если ты победишь, он обязательно проследит, чтобы Адрес достался тебе. Таков был изначальный уговор. Харпер, а что насчет тех, кто запер здесь, не по своей воле? Я могу выиграть Адлас, но чтобы вытащить их, отсюда понадобится помощь. Можешь рассчитывать на меня, Джесси. Я выведу людей в шаг до окончания следующей игры. Стоп, 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 стоп. Ты правда думаешь, что сможешь освободить всех пленников и победить на играх? Да, с этим последним желаю удачи. Ты в самом деле хочешь победить все остальные команды в одиночку? Это очень высокий уровень, даже для тебя, Джесси. Словом, это невозможно. Древние строители желают, чтобы мы дрались друг с другом, а я намерен лишить их этого. Удовольствие. Что, хочешь убедить всех действовать вместе? Удовольствие. О, да. Ого, ничего себе, аудитория собралась. Ну что же, видимо, настала твоя очередь. Ну давайте что-нибудь скажем вам, бодрящая. Древние строители заставляют своих пленников участвовать в соревнованиях раз за разом, раз за разом. Дают людям надежду, но на самом деле у них все под контролем. Если они будут держаться заодно, никому не дадут победить. Адриан все время выкручивается и меняет правила. А я скажу, что теперь пришло время сыграть по нашим правилам. В чем смысл? Вся власть все равно останется в руках Адриана. Победить? А, победить он нам не даст. Ни в коем случае. А. Он просто придумает какое-нибудь новое правило. Ты хочешь попасть домой? Я хочу. Конечно хочу, еще как, но... Никто не побеждал Адриана в ее собственных играх. Никто. Эй, Тим же победил. Я же только из-за него сюда и хожу. Надо правду говорить. Вообще-то, Тим это выдумка. Это же... Не может быть. Все знают, что Тим существовал на самом деле. Взгляни на эти плакаты. Это точно? Конечно, Адриан сам мне сказал. Я так и знал. Все о нем рассказывали. Все, что говорили, так неправдоподобно. Так, подожди. Тим это вымысел? Его просто придумали? Конечно, в этих играх нельзя победить. Но мы можем победить древних строителей. Древние строители контролируют все остальное. Понятно, что они и управляют играми. Зачем продолжать бесполезные попытки? Сидят в своих дурацких башнях. Дергают за ниточки. Мне казалось, что ты здесь одна из самых крутых. Что с тобой такое? Боишься? Фу, в этом деле ты боишься. Что? Нет, просто не хочу больше подставляться под удары гладиаторских мечей, если все равно не смогу победить. Да, то есть ваш план свалить древних строителей очень крутой и все такое, но гладиаторы эти... Они, типа, суперкрутые? Ужасный... ужас максимального уровня. Верно, в схватке один на один любой из этих гладиаторов запросто справится с любым из нас. Чему это? Ты же щеклонишь. Но если мы пойдем в бой, сообща-то, да, им нас не одолеть. Ну, а теперь понимаю. Если мы будем действовать вместе, командой, просто делаем все, что нужно, Джесси. Ты можешь сделать это! Вот, дети, руки. Ты справишься. Круто. Мы сможем, нам не нужен Тим, потому что мы сами как Тим. Весь мир перевернулся вверх ногами. Ну, не очень меня подбудрительно, но ладно. Послушайте, это была отличная речь. Но одними речами сильным не станешь. Попутки... Попусту говоря... Этого недостаточно. Ммм. Джесси, тут хорошо подвешенного языка мало. Мне дают силы, мои друзья. Мы всегда поддерживаем друг друга. Верно, я всегда могу положиться на Джесси. А ведь раньше я был плохим парнем. Может быть. Блин, он бы отделся что-то, а он меня напрягает. Ух, ну и толпа. Как думаешь, до них дошло? Постой. Так, с кем мы тогда деремся? Нет. Не дошло. Реакция была определенно неоднозначна. Да. Серьезно. Целая аудитория фаналта Тима. Мы обречены. Не знаю, как нам с этим справиться. Что? Само собой мы справимся. Ты же Джесси. Ага, мы все еще можем победить. Ну что ж. Полагаю, утром все станет ясно. Будет прикол, если он скажет, а Тим-то существует. Какого-нибудь чувака. Он того свинопаса перетащит. А если я бы сказал, что он есть, то он бы сказал, что нет. Они любят так выкручиваться, знаете. Ну давайте проверим мою теорию. То есть я сказал, что Тима нет. Куда мы дойдем до финальных... Этапов или еще что-то. Они покажут Тиму. В образе Тима будет тот чувак свиньи. Рубин. Дамы и господа. Это удовольствие. Нет, это честь для меня сегодня. Быть здесь и открывать еще... Один замечательный день наших игр. Верно, Адриан. И не просто день, а заключительный день наших игр. И наши участники готовы к последнему испытанию. Стены. Это стены. Так, что, боишься? Потому что это нормально. Никто тебя за это не осудит. Хм. После того, как всю дорогу пришлось терпеть твое дыхание, пожалуй, эти стены совершенно меня не пугают. У тебя все еще осталось чувство юга. Мило. Мэвиа, для тех, кто не знает... Ээээ... Стенами не хотел бы... Не хотел бы ты рассказать нам, как в них играть? Конечно, Адриан. Команда начинается в своем секторе, отделенной друг от друга высокими внутренними стенами каждая. Команда имеет небольшой запас времени на сбор. С сектора до того, как стены рухнут. Подожди, в своем секторе я вижу только землю и гравий. О, извините, это не проблема. Хм. Ха-ха, гады. Секторы выполняются... случайным образом. А и правда, ты не слышал их? Мне нужно собрать материал для постройки защиты, инструментов и прочего. И тебе вообще ничего не волнует, да? Неа. Чудесно. Когда стены падут, каждая команда будет сама за себя. Но выживание в стенах, это не все, Мэви. Нет, Адриан, конечно. Которая выживет после периода, кажется, за себя, должна зайти на платформу. Победитель в центре арены. И победитель получит все. Но давайте, не будем спешить, потому что это случится только если... Наши будущие победители смогут одолеть... Наших гладиаторов. Вот так. Так что участникам лучше начать собирать материалы, потому что... Часы уже тикают. Вот отстой. Что ж, надеюсь, там не только земля. Адриан, не могу... Не могу отметить, что в секторе нашего новичка Джесси есть лишь малое количество земли и... И грязи. Да, забавно. Как работает вселенная? Крави, крави. Это же хуже. Умора. Блин, что-то шифт щелкал и не прочел ничего. Да, только земля. Если бы мне удалось убедить всех объединиться, мне понадобится что-нибудь, с чем можно работать. А, если мне не удастся убедить всех объединиться, мне надо придумать, с чем работать. Нет, только земля. Давай. Что делать? По крайней мере, они дали мне верстак. Если бы у меня только было из чего создавать. О, вы знаете, который сейчас час? Спросите мне, который час, Мэвия? И какой же час, Адриан? Что ж, в котором опускаются стены. Удачи. Это должно быть интересно. Очень интересно. Участники вглядываются друг в друга подобно Диким Моцеллотом, замерев перед смертельным прыжком. Действительно. Похоже, что гладиатор, ранее известная как Эмили, готовится к атаке. И новичку Джесси, мучительно вольно, без оружия и защиты. Джесси. Это может закончиться скверно. Будем надеяться. Ладно, что бы ты ни думала, делай, что должно. Как скажешь. Джесси, даже не пытайся защищаться. Да, на помощь нам. А вот и... Завершающий удар. Думаю, я решила дать шанс этим друзьям. Похоже, что гладиатор, ранее известный как Эмили, решила не нападать. Повторяю, не нападать на... На новичка. Ага. На безоружного новичка. Ага. Так, всё, что у меня было, это земля и грави. Спасибо, что поступило правильно. Что ж, можно сказать, тебе удалось меня вдохновить. Ну что ж, можно, но не нужно. Всё не так, как планировалось. Что происходит? Понятия не имею. Уже, я здесь. Да, почему они все не убивают друг друга? Да, народ понимает ваше недоумение. Вам не надоело, что древние строители вас так используют? Как классных ребят? Нет, как маленькие шестерёнки в своих играх. Заставляют делать то, что они говорят. Видите? Никто из нас не враг. Это они. Они враги. Они стоят за всем этим. У меня голова болит. Слишком много перспектив. И похоже, что Джессис считает, что сделки не нужно соблюдать. И пытается убедить гладиаторов. Не, не надо. И у гладиатора последует их пример. Тебе больше нас не надо пугать. Подожди. Адриан пугает? Не мы? Какое облегчение. Кипицы. Слэп, слэп. Что нам делать? Я уверен, что скоро начнётся бойня. Нет? Вы должны быть с нами. Присоединяйся к нам. Не знаю. О, какого-то идея кажется странной. Нет. Нет. Идёшь с нами, слэп? Я в жизни всякое дело. Что не стоит говорить? Но работать на босса, который использует людей, или манипулирует ими, не будет. Это... Не буду. Это промечу. Ого, слэп. Я так как бы горд. Дай мне закончить. Из-за тебя я опоздал, когда просто пытался делать свою работу. И это тоже было весьма промечу. И потом ты бросаешь меня... А, а потом ты бросаешь мне это в лицо, напомнив, что я не могу убить тебя. Несмотря на то, что ты... Что действительно я всё время хотел это сделать. Думаю, настало время побыть своим собственным боссом. А я хотел мог присоединиться. Ну ладно. Думаю, пришло время нам закончить это. Вместе. О, что участники собираются вместе зайти на победную платформу. Так сказать... Так сказано в наших правилах. Любой, кто не выбыл, может зайти на победную платформу и победить в играх. Похоже, что они собираются сделать это вместе. Прямо за тобой. Бестрашный лидер. Такого говора не было. Нет, нет. И они сделали это. Участники все вместе зашли на платформу, что согласно правилам игры, древних... Строители означают, что они все вместе победили. Уверена, моя коллега хотела сказать, что мы собираемся найти способ дисквалифицировать их. Нет, не собираемся. Они все победили. Нет. Мэвиа, Ото, со мной. Мы закончим это. Мы закончили... А, мы заключили сделку, а ты ее разрываешь. У нас было соглашение. Мы договорились. Это касается не только меня и тебя, Адриан. Это касается каждого участника, который не получил справедливого отношения. Разве это не знамечательно? Не меняй того факта, что ты берешь свои слова обратно. Ты тут ни при чем. Мы контролируем игры. Мы решаем их, Искотт. Мэвиа, заткнись оттуда. Это ничтоже заплатит за то, что испортил нам удовольствие. Значит, вы признаетесь, что игры подстроены? Конечно. Отлично. Какая разница? Мэвиа? Джесси побеждает в играх честно и справедливо. Он заслужил Адлас. Отто, я бы подумал, как следует насчет того, что ты делаешь. Я подумал. Джесси, властью Даны мне, как распорядителю игр-строителей, я с гордостью предоставляю тебе... Отто? Адриан, Мэвиа, что вы делаете? Это было очень здорово, но теперь... Настала пора покончить с этим. Кхм. Ну, неожиданно. Ого, это большой облом, чуваки. Отдайте мне сердце из красного камня сейчас же. Потому что... Я запручусь здесь навсегда. Хм. Хочешь сердце из красного камня, тебе придется развратить его с моего инвентаря. Отлично, как по мне. Сложный путь иногда приносит больше удовольствия. Ого, это бесполезно. Ого, это бесполезно. Так, так. Вот только М прикрывала тебя. Ох, ты с нами или нет, М? Ти-ци. Как-то похожа на Эмми, она всегда была очень обидчивой. Тебе понадобится вся помощь, которую ты сможешь получить, Джесси. Время взять, своё. Вот собак. Должен признать, ты шустрый спортсменчик, но они достаточно шустры для моего топора. Что за... Не забудь о моём топоре, Адриан. Опа. Ха-ха-ха-ха-ха. О, чёрт. Должен признать, дитя, ты многое умеешь, но всё равно ты мне не ровня. Ещё посмотрим. Топа. Да. Тебе хватит, Адриан? Постой, постой. Верно. Это зашло так далеко. Предлаг... Предлагалось... А, предполагалось, что это будет просто игра. Думаешь, я в это поверю? Да ладно тебе, разве у тебя никогда ничего не забирали? Ты можешь простить меня? Ах, ты ж. Эта игра... Окончи, наверное. Нееет. Да ладно. И это наша игра, болельщики. Сердце из красного камня вернулось своим законным владельцам. А-а-а. Чё, ничего сделать не мог? Я... я проиграл. Всё кончено, я... О, я так не думаю. Это мы, да. Так здорово видеть вас, ребята. Я помню твои слова о том, что ты больше не поможешь мне. Я не горел от этого. Но надеюсь, что ты сможешь дать мне чейн-шанс. Знаешь, потому что я потрясающий. Потрясающе. И нам нужно играться отсюда. Как кто-то однажды сказал мне, сообща, мы горы можем свернуть. Что ж, тогда за работу. Давайте разберёмся с ними. Но у меня инвентарь пропал при его возрождении. Как теперь закончить... А, заполучить атлас без оружия, доспехов и материалов, и всего остального. Ну, мы сделаем небольшую остановку в комнате инвентаря... А, мы сделали небольшую остановку в комнате инвентаря Адриана и одолжили пару вещейчиков. Круто! Вот, дружище. Ух ты, возьми это. Спасибо. Эй, подтяжки, сюда. Доспехи Тима. Теперь это твоё. Нет, они не стали выруливать в Тима. Время надрать задницу древним строителям. Осталось подобрать оружие, подходящее к моим классным доспехам. Конечно, это же, что они строят. Неплохо. А теперь, что нам делать со всеми этими участниками, которые предали нас? Что ж, Мэвия, вечность в карцерных шахтах звучит как недостаточно жестокое наказание. У меня для них... Есть кое-что особенное. Эдриан, Мэвия! В этой игре только что началось дополнительное время. Ну, разве это не мило? У тебя доспех Тима. Да. А, ладно. Не только же хорошее бывает, да, Адриан? Пора тебя уничтожить. Ну да, ну да. Не выйдет, дружочек. О, я собираюсь насладиться твоим убийством. Да. Кирка против строителей, самото. Ха! Ха! Дваааай, давай, 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 давай! Стена, 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 стена. Спасибо, Стивы. Стой! Вот. Это тебе... Тебя присмирит. Никто не выберется из обсидиана. Харпер, я у тебя в долгу. Пора за работу. Нет, нет, этого не может быть. На, на, на. Опа. Минус. Ух ты, у нее огромный инвентарь. Мэвия, давай! Что за детский прием? Ху. На, на. Ну, и че тут выйдет? Кого-то скинуть надо, да? Пока. Задира. Эй, Адриан. Что? Сюда. Если ты связываешься с одним из членов Ордена Камня, ты связываешься со всеми. Давай, Джесси, я в тебя верю. Время заткнуть его. Думаете, это поможет? Вы заблуждаетесь. Я бы лично посмотрел на то, как ты и твои друзья будут вечно страдать. Тоткнись, тоткнись. Вижу, тебе не нравится наша аудитория, да, Адриан? Джесси, помнишь сплит? Есть. Джесси, помнишь сплит, че? Под ноги. Е. Все. Пока. Ты проиграл в своей собственной игре. Давай, 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 разожми его. Офигеть, сколько в нем было. Я так и знала. Ты и твои дурацкие сделки. Сейчас у нас нет на это времени, Мэви. Нужно выбираться отсюда. Пошли. Не, шахты. Ох, хе-хе-хе. Привет, ребята. Как дела? Сейчас они будут не очень. А вы никуда не пойдете. Окра хочет обсудить свою зарплату. Погодите, погодите. Джесси, у тебя получилось. Снова. Похоже, что я слишком много говорю. Кроме шуток, у меня бы ничего не вышло без вас всех. Отличная работа, Джесси. Прекрасная работа. Так, спасибо, Ото. Благодаря тебе мы с друзьями выяснили, ну, увидели свои ошибки все. Хорошо, что все эти ужасные дела остались позади. Ага. Так, и что мы можем сделать? Пора начинать сначала. Дружище, тебе могут понадобиться новые друзья. Ты знаешь это? Да, я уже пришел к такому выводу. Я работаю над этим. Я также знаю, что Атлас будет храниться не у меня. Ужас какой... Ты честно победил их. И будет честно, если именно ты решишь их судьбу. С помощью Атласа ты сможешь отправить их куда угодно. Хм. Знаешь, есть одна игра, в которую мы с Оливией любим играть. В нашем домике на дереве. А? Помнишь, мы называем ее... С кем предпочтешь сразиться? Ну и что, мы их будем с курицами? Или с кем мы там выбрали? Зомби-куриц? И тут я хватаю сердце из красного камня. Раз, и вся эта штуковина сразу гасит. Ну, у вас и приключения. Столько народу пытаются вас убить. Ужас. Пока, Джесси. Пока. Спасибо. Это все? По крайней мере, все, кто хочет вернуться домой. Кроме вас, само собой. Невероятно, сколько народу решило остаться здесь и продолжать участие в новых играх. Благодаря тебе, о мой... Но... Неустрашимый новый друг. Я могу снова сделать эти игры праздником. Очень интересно. Так будет даже больше азарта, в хорошем смысле. Ладно. Это есть то, чем я занимаюсь, исследуя новые меры. Помогаю тем, кто нуждается. Помогаю людям. Я очень тебе благодарен. Все, что сделано тобой, не забудется. Да, простите. Тебе было много... Там было много всего ценного записано в моей книге. Да, мне очень жаль. Капец, он там сказал. Такой текст, он сказал, «Ну, мэй, ссори». А ты, как Эм, ты говорил, что хочешь домой, да? Да, просто не могу понять, хочу ли я этого. Тебя ждут новые путешествия и приключения. А я хочу поработать на ферме. Просто. Я сто лет не была дома. И так скучаю по своим друзьям. Вроде бы, Ото собирается снова устраивать игры. Не хочешь задержаться здесь, помочь ему все устроить? Как надо. Джесси, это замечательная идея. Мы превратим игры в настоящий праздник. Может быть, я стану главным. Гладиатором даже. Да. Спасибо, Джесси. Мне это было нужно. Да. Эй, Айвор. О, привет. Чё делаешь? Вот смотрю на Харпер. Как она там? По-моему, ей очень одиноко. Ну, лучше. Эй, Харпер. А, привет, Джесси. Айвор, вот смотрю. Как вы собираетесь домой? Все сложилось как нельзя лучше, да? Ну, наверное, пора прощаться. Я возвращаюсь в Краун Меса, посмотрю, как там идет строительство с тех пор, как не стало помы. Надеюсь, меня примут. Это не мой настоящий дом, но другого у меня не было. Ну, очень давно, так что буду довольна с ней этим. Возможно, Харпер тебе будет нелегко, надеюсь, твоя голова готова поработать. Ну, еще как, если что я сделаю... Если... А, блин. Ну, еще как, то, что я сделаю, я буду очень благодарен, если однажды люди смогут мне простить. А, за то, что я сделала. Понятно. Все будет хорошо. Преодолеть клише плохих парнях... Клише о плохом парне бывает нелегко, но рано или поздно люди будут снова тебя уважать. Наверное. И рады тебя видеть. Правда, Джесси? Странный ты человек, Айвор. Странный, но знаешь что? Ты неплохой. Давайте, уже обнимитесь. Берегите друг друга, ладно? И до встречи. Пока, Харпер. Да, пока! Ну же. Скажи ей что-нибудь, что ты? Ты замечательная. Ну, как же мы теперь отправимся домой? Атлас теперь принадлежит Джесси. Уговор есть уговор. Ух ты, Атлас. Прекрасная. А как он работает? Теперь надо просто сказать, куда ты хочешь попасть. Атлас покажет дорогу. Блин, а зачем нам дали он этот лазурит, я не понял. Ну вот. Может быть, стоит его открыть? Ладно, книга, отправь нас домой. Ух ты. Впечатляет. Ого, здорово. Вот наш дом. Вот он. Да мы почти дошли. Родной дом. Что ж, наверное, пора. Звучит потрясающе. Да! Дом родной. Встречай нас. И где мы? Ну, наш храм. Бекон. Джесси, смотри. Представляешь? У нас всё получилось. Мы дома. Столько времени. Столько порталов. Мы дома. Да, и без вас мне бы не справиться. Вы самая лучшая команда на свете. Это так мило. Ах ты, Олух. Я просто рад, что мы опять вместе. Атлас тоже классная штука. Хорошо, что оставила его тебе. Замечательно, правда? И ведь это ещё не всё. Серьёзно? Что ещё у нас есть? Покажи им, Джесси. Корона Вечного Источника. Магический источник всех драгоценных материалов Небесного Города. Ого, сурово. Маска Кейси Роуза, она же тыквоголовый. Ох ты, выглядит уже страшнее, чем я думал. Заклятый Кремень и Крисала. С этого всё и началось. А без этого не случилось бы ни одного из остальных приключений. Сердце Памы из Красного Камня. Я знаю, что Памы была жуткой штуковиной и всё такое, но всё-таки хотелось бы её увидеть. И книга. Атлас Порталом. Ого, я согласился бы лишиться всех остальных, лишь бы его сохранить. Ха, интересно, что бы сказал на это Сорен? Какой Сорен, не помню. В таком крохотном предмете средопилучина такая мощь. Ох, полегче, Айвар. Ммм, извини. Как мы тут настроились, а мы молодцы. Не могу поверить, что твою долю выпало столько разных чудес. А вообще-то всё логично, тебе ведь так долго не было. Погоди-ка. Мы покажем, сколько... ...всяких ухудшений... ...улучшений мы сделали в городе. Ну, а там Габриэль висел сзади. Продолжай. Подождите. Что это? А разве... ...не тут на минуту лежал Альтер с Порталом? Да, именно там он и находился. Ребята, кремния кристалла тоже пропали. И где Айвар? Он пошёл к Мей... Мейвинда. Приключение! Он наверняка отправился в сеть Порталом. Это плохо. Что он должен делать? Я хочу сказать... Он же в целом понимает, что делает. Ладно, он побывал в таких же эпических путешествиях, что и все мы. Если он хочет вернуться в сеть Порталов, то пусть... Что ж, думаю, он заслужил такое правило. То есть ты предлагаешь, чтобы им просто отпустили его? Конечно, именно так. Давайте, ребята, отправимся домой. Ну, а чё его... Психо, может, хочешь вернуться к той строительнице? Мы ещё чё-нибудь даем. Фух. Ну, я спасаю вора. Ну, блин, кто же знал, что он умрёт? Ладно. Нет, не пошёл, потому что я знал, что нас обманет. Ну, этого, да, вы спас. Я не мог предать человеку. Хотя, может быть, предать ничего мы не получили. Ну да. Продолжить. Всё, вот мы и прошли весь Майнкрафт. Первый стори-мод. И нас ждёт второй. Так что... Как-то прикольно, да, получилось. Вроде бы я простая, особо ничего нет, но они придумали хорошую историю. Ну, чей-то. Да. Хе, зомби с размером с курицей. События сложились самым неожиданным и неудачным образом. В следствии чего, представляется, что мы оказались в страде зомби размером с курицей. Совершенно верно, Адриан. Мне кажется, будут они буквально... Будто они буквально умирают от желания встретиться с нами. Поскольку они так мертвы, нежить от слова не жить, я... Понятно выражаюсь? Мне лучше попытка, мэви. Ха, прикольно. Так их. Все, да? Ну ладно, всем в хорошем настроении, всем до встречи в следующей части, всем пока.